всем привет вы смотрите канал про качественный алкоголь со стороны именно любителя такого же как и большинство интересующихся вот это вот тема и в этими видео на ютюбе и так далее тем не менее с каждым днем я узнаю всю новую информацию какого-никакого опыта набираясь и поэтому и хочу поделиться им с вами я сам относительно более-менее недавно начал разбираться во всем этом поэтому я сразу говорю что я не считаю себя экспертом каким-то я не профессиональный сомелье не бармен и так далее но у меня получается иногда интересно рассказывать красиво снимать ну и я люблю виски поэтому почему бы и нет сегодняшний выпуск это уже четвертое видео на моем канале и сегодня мы снова поговорим об основах о том как же все-таки правильно пить виски и кстати основные моменты вот этого вот видео они подходят не только под виски но и под коньяк под вино ром не знаю и такие вот другие благородные напитки в этом видео я расскажу вам про отличие бокалов для виски какой считается более правильным какой не очень чем можно закусывать виски про то почему распространенный стереотип широкого стакана с виски со льдом это плохой пример ну и почему нельзя добавлять в хорошей виски ни лед ни колу выпуск будет довольно информативный так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра я настоятельно рекомендую вам для начала посмотреть предыдущее видео на моем канале ссылка будет в описании ну а затем вернуться сюда там я рассказывал в целом про культуру питья ну насколько я это представляю про то как изготавливается виски в чем его романтика вот это вот загадочность специфика почему стоит любить такой напиток как виски но и о других интересных вещах мне очень понравилось кстати высказывание одного блогера кстати по вот этой же вот тематике о том что если уж вы пьете алкоголь принимаете его то переходите на качественный дорогой выдержанный алкоголь и так вы будете меньше травить свой организм всякой дешевой ерундой вроде водки и будете пить и меньше и реже так как пить много и часто вы не сможете потому что хороший алкоголин всегда дорогой но взамен получите совершенно другой вкус другие ароматы другие черты алкоголя ну и так далее и мне кстати кажется что вообще эту идею можно продавать как методику по борьбе с алкоголизмом и запоями хорошие виски это всегда деликатес этот напиток нужно смаковать любоваться им распознавать запахи какие-то нотки в букете распознавать нотки во вкусе там и риски дымок оттенки торфа йода и так далее его можно потягивать вечерком за книгой например или за просмотром хорошего фильма они закидываться им в перемешку с колой вот этой вот со льдом в каких-нибудь шумных компаниях друзей алкоголиков поэтому учитывая все вышесказанное вот этот вот сложный комплексный набор запахов каких-то ароматов оттенков вкусов от посуды тут естественно многое зависит нам сми своими клипами фильмами сериалами картинками какими-то привели стереотип о том что виски нужно пить вот примерно из таких стаканов он называется rocks или old fashion ну не знаю обычный прямой стакан с широким горлом и желательно туда еще льда накидать желательно крупного потому что так естественно красивее смотрится ну и можно еще и колой залить ну и честно говоря и сам такой был ко мне как-то друг приезжал с которым мы не виделись очень давно и мне захотелось его чем-то удивить поэтому я когда еще не разбирался во всех вот этих сортах виски дорогих я пошел в магазин и просто купил для меня тогда довольно дорогую бутылку восьмилетнего бурбона это был бурбон wild turkey который стоил тогда дороже всяких джим бимов джек дэниелсов и так далее поэтому мне показалось что это хороший напиток ну и насмотревшись вот этих всех картинок в интернете всяких видосиков обучающих так мы и распили почти всю эту бутылку большую за один вечер разбавив довольно элитный я считаю бурбон обычной колой и добавив туда льда мы вот только недавно когда я уже более-менее начал разбираться я понял что того же вкуса и того же результата можно было в принципе добиться купив самый дешевый какой-нибудь вискарь за 400 за 500 рублей можно было также залить его колой и закидать льдом и на вкус вот уверяю вас вряд ли бы кто-то уловил разницу потому что вот этой вот кока-коле настолько много сахара и всяческих добавок что любой коктейль с ней будь он с ромом или с виски все на вкус становится ну плюс-минус одинаково если вам нравится вкус виски с колой пожалуйста я не хочу вас отговаривать говорить что нужно пить именно вот такой вот чистый виски ни в коем случае не смешивать мне тоже нравится вкус коктейля виски с колой там с лимончиком слаймом но тем не менее просто я хочу донести вам мысль что можно не покупать там джек дэниелс или не дай бог еще более дорогой какой-нибудь вискарь чтобы просто портить его колой нравится такой коктейль купите самый обычный там за 400 за 500 рублей тот же bells если хотите еще немного вкуснее white horse можно купить и вот вкус уже будет тот же самый от денег лишних вы зря сильно много не потратите теперь же что касается льда хороший виски он обладает всегда насыщенным богатым и всегда разным ароматом а все испарения происходят именно при комнатной температуре поэтому чтобы максимально насладиться хорошим виски его нужно пить именно вот комнатной температуры поэтому не нужно его греть руками там вот так вот как коньяк многие любят греть не нужно ни в коем случае бутылку хранить в холодильнике ли в морозилке тем более ну а лед он во-первых прекращает все вот эти вот испарения поэтому убивает половину всей красоты виски но во-вторых через несколько мгновений он начинает уже таять пускать много воды и соответственно тем самым уже убивает и вкус а запах и вкус это и есть те самые две главные составляющие виски за которые в общем-то его и ценят поэтому запомните лед и кола только для дешевых виски рублей до 500 все что выше тот же джек дэниелс баллантайн тичерс и даже white horse вот такая нижняя планка хорошего виски никакой колы никакого льда для них теперь про посуду у каждого серьезного напитка есть свои формы бокалов есть коньячные вот такие есть винные бокалы есть для шампанского виски практически во всех заведениях и во всех сми нам показывает именно вот в этих вот стаканах тот самый old fashion или rocks но самым правильным бокалом для виски принято считать вот этот глин кейр не знаю почему но почему-то у всех экспертов он стоит стоит именно он ну и собственно не просто так опять же вспоминаем про то что запах это одна из самых главных составляющих виски но максимально его сконцентрировать и насладиться им можно вот только примерно в такой вот форме снизу тут некая сфера мы до половины вот как видите наливаем виски дальше в этой сфере он максимально концентрирует ароматы ну а дальше бокал уже идет на сужение для того чтобы максимально собрать весь аромат и направить его именно к носу что же мы видим в этом стакане широкая площадь испарения широкое горло поэтому какие-то тут ароматы букеты разобрать практически невозможно потому что все сразу испаряется и сразу вот через это широкое горло сразу все куда-то улетучивается поэтому для хорошего виски который не нужно смешивать ни с чем такие стаканы точно не годятся на глин керн кстати вот есть похожая интерпретация это практически то же самое но здесь уже он идет на длинные ножки его во-первых удобнее держать уже можно вот за саму ножку максимально удалив руку от виски чтобы не нагревать его либо можно вот вот так вот некоторые еще любят ну а форма примерно видите одна и та же вообще конкретно вот эти вот два бокала это я уже считаю больше фетиш потому что найти их в каком-нибудь ашане или перекрестке практически невозможно поверьте я пытался ну по крайней мере у себя в городе ну а там где они есть они уже и стоят этот 600 рублей этот 550 я считаю что для куска обычного стекла это все-таки дороговато учитывая что этот маленький коньячный бокал например можно найти практически везде и стоит он 300 рублей за набор из шести бокалов по виски в более дорогом стакане вот этих вот фешенебельных ну он вкуснее не станет поверьте да тут запах не такой сильный и самого виски нужно налить больше чтобы что-то там уловить но в целом если не хотите тратиться то я считаю такого вот бокалом или такого будет достаточно ну а если вы уже считаете что доросли до уровня начинающий эксперт то в принципе можно и на глинкерн потратиться ну или вот такой вот стакан поискать теперь же про то как именно пить виски об употреблении алкоголя в целом а романтики такого напитка как виски я говорил в предыдущем видео как он делается за что его можно любить уважать за что ненавидеть и так далее поэтому рекомендую все-таки посмотреть предыдущее видео ну и теперь представьте себе новичка который всю жизнь пил водку сразу же закусывая или запивая ну а теперь он хочет приобщиться к высокому и распробовать такой напиток как виски естественно он покупает бутылочку среднего примерно вот такого вискаря он выпивает его сразу же залпом как водку опрокидывает чем-нибудь и естественно сразу же обжигает себе горло крепким 40 градусным напитком ну а пытаясь изобразить из себя эстета и уловить аромат виски еще и в нос спиртами ему шибанула и все он резко вдохнула ему все надоело и он сразу заливает все это дело колой льдом и так в принципе сразу и целую вот такую вот бутылку можно за один присест выпить но если мы говорим про качественные виски мы не пытаемся его сразу же проглотить закусить запить и так далее как это делают с водкой все же вы видели бородатые мужики морщистом плюясь кривлясь залпом сразу же опрокинули стопарик и сразу же нужно чем-нибудь закусить или занюхать потому что она горькая противное невкусное пить таким образом виски уже я считаю грех потому что главное как я уже и сказал здесь это аромат и вкус и его нужно именно смаковать распробовать тянуть его и такой вот дозы вот столько именно виски должно вам хватать ну на целый вечер максимум две таких порции потому что ни в коем случае там стопками не закидываться как водкой поэтому поначалу вот если вы хотите только приобщиться к такому напитку как виски и понять его именно то прям вот небольшими глотками буквально пару капель или если не можете маленькими глотками пол чайной ложечки себе набираете отпеваете и болтаете его во рту чтобы полностью покрыть небо язык чтобы максимально почувствовать именно вкус ищем именно вкус и поверьте пол чайной ложки не будут вам не жечь не горчите пока вы его держите во рту он в принципе сам постепенно со слюной у вас и растворится поэтому вам даже не нужно будет его глотать а вот если сразу сделать добротный глоток и сразу же его глотнуть как ту же водку вы непременно обожжете себя горло спиртами потому что это все-таки 40 градусов это не пиво и не вино ну то же самое и с носом не нужно нюхать его за километр от стакана не нужно но сразу макать в напиток вот немного сначала издалека сантиметров 5-10 потом можно вот полностью нос опустить в бокал и неглубоким вдохом именно пытаемся уже распробовать запах пытаемся именно так как вам будет комфортно потому что следить за экспертами как они это делают вам может быть некомфортно вы можете опять же обжечь себе нос и пытаемся по чуть-чуть вот небольшими вдохами именно небольшими средними так чтобы вам не обжигала нос сами подстраивайтесь уловить именно аромата не просто там делать как на картинках кстати для чего виски болтают и для чего нюхайте вы можете подумать что они там просто корчат из себя аристократов высшее общество нет вы знаете что на вкус мы можем различать именно языком всего четыре элементы там горькая соленая кислая и так далее а вот на запах мы можем услышать гораздо больше потому что в носу у нас много нервных окончаний нервных клеток рецепторов и так далее и взбалтывая виски в стакане мы усиливаем ароматизацию запах начинает интенсивнее испаряться и мы уже начинаем пробовать носом опять же если вы просто в полную грудь вдохнете вам опять же в нос ударит спирт и вы закашляетесь поэтому пока вы только приобщаетесь к этому напитку очень маленькие поначалу буквально пару капель глотки и рассасываем его во рту не глотаем даже не нужно глотать он сам рассасывается вместе слюной и точно также запах неполным вдохом пытаемся уловить вот именно нотки какие-то цветочные торфяные в зависимости от виски и так вы не будете кривиться он вам не будет обжигать горло обжигать рот и вам не будет хотеть разбавить его там колой льдом залить водой и так далее тут вот кстати есть еще один момент иногда один и тот же виски может казаться просто райским напитком просто сиропом без всяких спиртов и питься очень легко иногда у ну вот прям вообще не идет он кажется каким-то супер крепким и супер жестким вот точно так же у меня было с вот этим очинтошином скорее всего это зависит я не знаю от настроения от вашего расположения и от того что вы там ели перед этим потому что после оливье и какой-нибудь соленой рыбы ну естественно вряд ли вы сможете в полной мере насладиться напитком таким как виски поэтому если виски вам не понравился не нужно давиться закрыли его в бутылку поставили и там через неделю например попробовали уже еще раз а вот если уже с 3 4 раза он вам не понравился ну то наверное это просто не ваши виски ну и стоит кстати учитывать что один и тот же виски от разлива к разливу от партии к партии может немножко отличаться кстати чтобы усилить ароматизацию иногда в хорошей виски можно добавить вот буквально буквально пару капель воды на вот столько размешали и хорошему виски это не повредит и вкус останется крепость немножко упадет и его уже будет легче пить во-первых ну и во-вторых будет проще разобрать его букет а вот в дешевые бленды тот же баллентайн с или джеймсон например в купажированные виски в воду лучше вообще не копать потому что вкус там и так слабенький послевкусие вообще очень слабенькая а так вы водой его еще просто бы еще больше убьете но опять же если виски совсем уж шлак там рублей за 400 500 то вот вместо колы можно как раз немножко водички капнуть и его уже будет гораздо легче пить теперь вот наверное тоже довольно важный вопрос про закуски вообще как я уже говорил виски это деликатес и смакуя какой-нибудь 18-летний чудесный напиток и заедать его салатом оливье я считаю так кощунство хорошие виски это самодостаточный напиток и если вы хотите максимально его распробовать то лучше конечно же вообще ничем не заедать потому что ну вы просто забьете рецепторы ноут если вас вообще не втерпешь и если вы хотите открыть для себя какие-то новые грани и сочетания вкусов распевая дорогой дымный островной виски какой-нибудь лаговулин 16-летний например то в принципе многие к ним советуют устрицы мидии там или хамон например но вообще если хотите в прикуску что-то схомячить пусть это будут продукты которые своим вкусом не перебьют сам виски вам же не хочется просто так портить такой хороший алкоголь это должно быть что-то легенькое не супер сладкое не супер жирное не супер соленое например могут хорошо подойти орехи сухофрукты или же цитрусы или дольки яблока груши ну и так далее вот что-то в этом роде ну надеюсь немного ясности я вам сегодня дал надеюсь было интересно и не забывайте ставить лайк под видео мы подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые обзоры и помните если можете лучше вообще не пейте ну а если уж и пьете то лучше конечно же переходите на качественные именно можно не супер дорогие но вот главное качественные напитки у меня на этом все всем спасибо за внимание и пока